по поводу того чем мы с вами сегодня будем заниматься и так до начала представлю зовут меня алексей михалыч фамилия у меня трофимов всякий случай я дам и свою почту если возникнет необходимость пишите какие-то уточняющие вопросы что-то посоветовать и так далее я обязательно отвечаю я обязательно отвечаю но вот если идет вот такая загрузочка то соответственно открыть ответ будет с некоторым запаздыванием дождусь первой паузы соответственно вебинар который у нас сейчас запущен идет с таким красивым названием как стать программистом но я сразу хочу сказать что за вот эти 45 минут программистами вы не станете поэтому данный вебинар имеет следующую цель вот так видите я часто очень веду кольца опроги основа программирования алгоритмизации баз данных это у нас базовый кольц которого начинается работа это вот первое с чего начинают будущие программисты и достаточно часто возникает такая ситуация они и достаточно часто возникает такая ситуация то слушатели потом вот раздел программирования сабады замечаниях пишут слишком рано я пришел на этот курс или наоборот этот курс оказалось все что было на этом курсе оказалось лишним поэтому цель ну по сути дела цель данного цель данного вебинара как вам выбрать правильную стратегию при обучении как вам не потратить время потому что наши менеджеры конечно оказывают серьезную помощь но когда у нас пишется что у нас больше тысячи курсов это правда и менеджеры ну скажем так в некоторых позициях принимают не совсем правильные решения чтобы вот не было такой беды собственно говоря даже еще до курса основа программирования алгоритмизации баз данных кстати говоря обратите внимание он не зря вот помечен здесь вот такой вот буковкой hit вот такой позиции hit у нас в данном курсе в курсе по программированию очень много вот очень большое количество людей идет по данным прошлого года рост составил порядка 30 процентов рост людей которые пошли в программирование да и сам я проводя данные курсы заметил такую одну интересную тенденцию очень много людей из казалось бы тех направлений которые ну традиционно считались сами такими крутыми но вот я заметил что у меня в группе по основе программирования стали появляться юрист и говоря чего вроде такое юриспруденция такое дело вот решили пойти программирование стали появляться продажники словом для начала попытаемся разобраться почему вот идет такой рост желания почему идет такой рост людей которые идут программист причем иногда бывают приходят люди уже ну скажем так почти пенсионном возрасте с вот этими изменениями но приходят люди почти пенсионного возраста приходит молодежь чем это связано но я связываю это со следующими позициями во первых если во всех других отраслях несмотря на то что мы так уверенно говорим что кризис преодолен и так далее наблюдается известное падение зарплат и прочее 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 то в области программирования спрос достаточно устойчивый футбол чтобы не сглазить но достаточно неплохие оклады причем не только в москве но и достаточно часто по вебинару занимается народ из провинции тоже говорят что достаточно неплохие оклады может быть потому что есть хорошая возможность работать в режиме удаленном а во вторых все таки идет такой некоторый подъем не так сказать спекулятивной части выпуск идут новые проекты идут новые позиции то есть идет некий такой рост реального сектора в том числе и в программировании тоже они просто там рекламщики продажники и прочие прочие позиции хотя я народу каждый раз и говорю приблизительно следующие цифры то вас не напугать но просто чтобы обрисовать реальную картинку вот посмотрите на меня правда обижаются один раз даже вот замечание написали ли все михалыч на горло мечте наступили я так хотел но это в основном молодежь эти бывает такая группа молодежи приходит студент приходит школьники глаза горят и прям крупные буквы в этим глазах написано вот у меня есть вот такая идея вот такая потрясающая игра или еще что вот я сейчас научусь я сейчас делаю программку а дальше эта программка будет крутиться и приносить не прибыли в нем больше ничего делать будет не на к сожалению вот посмотрите какой неприятный ряд цифр вот это время которое пошло найти у вас родилась идея игры у вас родилась идея какой-нибудь новой программы которая до этого не было вот это время которое ушло на первичную реализацию этой идеи то есть проверили совпад да можно реализовать да вот этот кусочек нормально вот этот кусочек нормально то есть если здесь ушел месяц то здесь соответственно плюс еще три месяца вот это первая версия данного программного продукта данной программы это можно показать коллегам это можно там попробовать протестировать вот это эти в три раза больше в три раза больше время которое уйдет на то чтобы создать уже рабочую версию избавиться от блюков и так далее и так далее а вот это время которое идет чтобы она начала приносить американцы говорят доллар тому кто придумал 10 тому кто сделал 100 тому кто продал цифры похожи и это правда потому что продажи это отдельная работа требующего серьезного вложения раскрутки рекламы ну вот у вас есть великолепный телевизор идеальный телевизор сумеете вы их продать без рекламы без раскрутки без сервиса и так далее и так далее а это требует вложения то есть надо понимать что здесь продажи круто деньги намного больше ну правда мне в последнее время продажники говорят они круто стакруться на просто кому кризиса кого и не коснулась кому война кому мать родна на нижнем уровне начинает зажимать и деньги соответствующие не отдавать но это тоже надо соответственно учитывать и второй момент когда-то действительно была такая при ну это я просто чтобы сразу немножечко сбить розовые очки когда-то была прекрасная такая ситуация что человек ну не знаю там на коленке собирал компьютер в гараже из этого вырастала компьютер написал программу из этой программы вырастала соответствующая этичная фирма сейчас ситуация уже изменилась сейчас пришло время больших коллективов чуть не сказал больших батальонов сейчас очень важно не только знание а и умение вписаться в коллектив умение вписаться в группу и так далее и так далее ну потому что многие считают многие считают следующее что если человек коллектив вписывается то научить его соответственно можно и поэтому достаточное количество людей к нам приходит учиться уже от фирмы и фирме соответственно плачь оплачивать и так далее и так далее чтобы не быть голословным у меня был один слушатель он пришел ко мне на курс опороги после опороги он учился у меня по курсу си после курса си он начал он поступил к нам на кольце плюс плюс и начал рассылать активно рассылать свои резюме и вот уже по моему на седьмом как он говорил интервью фирма сказала да вы нас устраивать и вот пока вы не изучите си плюс плюс вы у нас будете на испытательным сроком но с деньгами совсем после испытательного срока мы вам вернем деньги которые потратили на изучение си плюс плюс а вот итоговое задание которое вы сделаете по данному курсу но это уже я пошел на встречу это вот тестовое задание вы выполняете испытательный срок завершается верно прекрасно это будет ваше итоговое задание по курсу си плюс плюс другая ситуация тоже на курсе си плюс плюс был у меня ну просто чтобы вспомнить как она и что за счет фирмы один руководитель проекта у него там несколько проектов ведет обслуживать так далее я говорю ну слушайте вам же все равно нужны люди я знаю что как сейчас какой сейчас спрос на программиста вот же берите знаете кто и как ну что я могу сказать он конечно немножечко подождал не всем но он живил как-то занимается но человек 5 группе он рождал свои визитчики говорит сказал приблизительно следующее но вот после данного курса вы пожалуйста изучите java script после этого звоните приходите 100 плюс я вам гарантирую правда на меня обижаются и вот после курса опроби у меня было одно такое уникальное замечание его даже сохранил алексей михалов неправильно поступил алексей михалов должен был нам рассказать вот фирму microsoft требуется знание таких-то и таких-то языков программирования оплата будет такая-то и такая-то а в яндекс то-то и то-то извините не знаю да и никто не может знать даже если я бы там работал я бы тоже не мог этого знать потому что ситуация очень динамическая меняется она постоянно вот настоящий момент я могу сказать что существует чаще сейчас сейчас вот хороший вопрос какие языки необходимо изучить в минимуме чуть попозже я на него отвечу вопрос вебинариста на настоящий момент настоящий момент существует достаточно серьезный дефицит программистов на я вас клип не наява а именно на я вас клип а вот этом обрезанном кусочки языка я вы джам почему потому что это именно этот кусочек был сделан специально для того чтобы вести ну скажем так финансовая операция в интернете это сейчас востребовано это много есть но вот соответственно как она будет завтра послезавтра не знаю когда-то отдельное направление было банковские программисты сейчас узнает что с банками творится соответственно какие у них позиции поэтому если вы решили стать программистами а не надо пугаться то вот вы полностью берете и переключаетесь вы ничего не знаете вы ничего не умеете что это вы знаете и умеете и начинать необходимо я как бы такой краткий ликбез как в каком порядке надо проходить изучить и начинать необходимо с курса основного программирования алгоритмизации баз данный курс у нас знают все наши менеджеры но они не знают некоторых тонкостей моментов по сути курс основа программирования алгоритмизации вас данных делает две вещи вещь вещь номер один подтягивает вас до уровня выпускников школ сдавших егэ ну в идеале где-то баллов на 80 если вы зайдете на фипо посмотрите что там есть это там все ясно и понятно то смело можно данные курсы пропустить они схватят меня за язык сейчас вот начальство будет ругаться тебе сказали рекламировать а ты нет на самом деле можно единственное что я вам посоветую у нас к каждому курсу к каждому курсу есть тесты аккуратненько вот заходите на соответствующий курс и смотрите и смотрите позицию связанную вот видите отзывы подготовка программа и так далее но здесь есть маленькая тонкость маленькая тонкость заключается вот что смотрите вот курс основа программирования алгоритмизации вас данных является предкурсом к многим другим курсом например курсу си вот я открываю курси и вот здесь написано что да необходимо для того как перед тем как вы соответствующую подготовку а вот здесь написано бесплатное тестирование ведь вот вы идете на это бесплатное тестирование и уже с уверенностью говорите я прошел бесплатное тестирование курс основа программирования алгоритмизации мне не нужен курс мне данной ситуации не нужен том плане что я уже знаю и самое главное когда вы проходите это бесплатное тестирование на вас продолжает распространяться программа гарантии качества то есть если что-то осталось непонятным если что-то считаете что что-то не так пишите претензионный лист претензия рассматривается если она принята и редко редко очень ситуации конечно но если она принимается то соответственно можете потом бесплатно повторить этот курс у другого преподавателя или еще на самом деле конечно отличающая ситуация чаще приходится знаете как бы это сказать но опять же начальство будет ругаться но чаще вот люди используют это для того чтобы на курсах где появляется много нового пишет чек претензии а потом не ходит не ходит а вот этот новенький кусочек люди разные бывают ладно не буду открывать все тайны а вот но вот возможность пройти тестирование по предварительному кольца и то что это тестирование в следующей позиции вот об этом прошу не забыл и еще одна тонкость вот я сразу буду пробегать по всем позиции еще одна тонкость дело в том что вообще-то говоря вот для си опрога для 1с опрога а есть ряд курсов у которых есть своя основа программирования своя опрога вот менеджеры иногда об этом не совсем знаю поэтому вот если допустим вас интересует направление там скажем в программирование вас интересует ява то посмотрите пожалуйста у них своя опрога там вот не было таких позиций и еще несколько тонкостей у нас на курсе основа программирования алгоритмизации баз данных работает достаточно много преподавать и у каждого из этих преподавателей свое направление в котором он дальнейшем ведет и если направление которым вы собираетесь заниматься будет совпадать с тем направлением которое в дальнейшем ведет преподавать лучше конечно попасть на курс опруги именно к этому преподавать вот посмотрите допустим владислав абрамович владислав абрамович занимается у нас позициями связанными с базами данных это SQL это и питон это ну и так далее и так далее и поэтому естественно на курсах на курсе опроби он больше говорит именно об этом кусочке а я допустим веду курсы си и си плюс плюс поэтому я строго придерживаюсь программа где стоит си си плюс плюс и иду вот в этом направо теперь кто такой дунаев извините вебинарист спрашивает кто такой дунаев а где дунаев а кто кого вы имеете ввиду вы смотрите вот преподаватели которые ведут по опроке или что пётр странный какой-то вопрос а по 1с нет по 1с своя позиция я понял нет-нет-нет по 1с свои позиции смотрите какие направления какие направления развитие программирования вот это все у нас все вещи связанные с программированием грубо говоря ну опять же хотел хотел да 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 грубо говоря хотел хотел вначале сделать опрос тем чтобы вы на своем на опросе ваших коллег убедились каком направлении дальше развивается какое процентное соотношение но расскажу что обычно показывает картинка обычно группа основа программирования алгоритмизации распадается приблизительно на три равные части первая часть первая 3 это те которые выбрали классическую схему развития а именно язык си как классический язык структурного программирования такая хорошая рабочая лошадка последнее время все более и более популярен потому что увеличивается сектор реального программирования чипы микроконтроллера управления и и и и и все связанное с этим более того допустим приезжала к нам даже в два потока практически вся фирма из екатеринбурга там ребята сделали такой финт ушами они совместно с наше польское предприятие сделали и поляки в долю части соответствующего этого предприятия поставили старое оборудование ну как старая она новая муха не лет не сидела но она устаревшая цена там была совсем никакая в результате этого они могли серьезно сбросить цены выиграли несколько очень хороший тендер а делали они следующее они делали оборудование которое позволяло там на большом экране мчс скоро и все 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 реальное положение машины перемещения и так далее и так далее но ребятам пришлось часть программного обеспечения перепрописать вот эту часть программного обеспечения они конкретные четко писали на самый быстрый после ассэмблера на самом быстром после ассэмблера конечно языке программирования си это вот такой рабочий язык но если речь идет о классах и объектно ориентированном программировании спасибо конечно здесь уже не подходит здесь опять же если классика вот я просто показываю классическую схему это язык программирования си плюс плюс вот стал вопрос был вопрос какие языки да вот смотрите вебинарис пишет си наверное хорошая база все это роскошная база это роскошная база в свое время университете нас учили нужно и можно программировать на всем если что-то не получается ну возьми прочитай инструкцию приблизительно так вот си в этой ситуации именно хорошая база а что касается объектно ориентированного программирования то это следующее когда вы сами аккуратненько все прописываете руками это один разговор но ну допустим я не знаю что вам нужно там вам нужно сделать что-нибудь вот так чисто в бытовой жизни вам нужно ну не знаю там сантехнику что-то сделать изменить так вы берете уже готовые куски собираете подключаете кубики вот объектно ориентированное программирование это как раз те же самые кубики берете готовый кусочек а вы берете об какой-то класс который подходит под вашу задачу и использовать ну чтобы тут в примере показать ну скажем такая ситуация объектно ориентированное программирование связанное с интернет программирования вы делаете сайт делаете сайт причем там есть разные подходы одно дело когда вы этот сайт но грубо говоря просто размечаете я уже цепил кусочек связаны свое программирование одно дело когда вы там его красиво размечаете делаете ставите и так далее другое дело когда вы записываете какие-то действия и вы хотите чтобы на вашем сайте была реклама вы не мудрствуя лукаво ищите соответствующий скрип ищите соответствующий класс если объектно ориентировано Charge который скажем так условно называется реклама вы его нашли посмотрели у него есть свойства рекламный текст у него есть свойства траектория по которой он движется скорость по которой он двигаться вы задаете эти свойства но эти рекламный текст у нее есть метод шоу покажи у него есть какие-то события и вот вы его настраивайте взяли уже готовая вы не знаете как там прописываются эти кусочки это не ваше дело вы собираете из готовых частей вы его взяли вы его быстренько настроили ура по событию на сайт заходит новый пользователь теле скажем три секунды запускается метод шоу который показывает эту рекламу еще и бегающие так это вот объектно ориентированное программирование но курси плюс плюс курси плюс плюс это более серьезно здесь вас учат правильно думать если вас учат создавать такие классы а главное вас учат правильно думать думать правильном направлении чтобы вы соответственно могли понимать как это создается ну это такая же база ведь но только для объектного ориентированного программирования если же вам нужно но еще раз скажу все будет плюс это тоже это некрасивый интерфейс не все остальное если же вам нужно красивые окошечки все остальное да у нас есть вот такие вот курсы ну вот классика так сказать нашей подачи считается основа программирования сессии плюс плюс и после этого я рекомендую курса по qt это красивая оболочка открывающиеся меню и так далее и так далее есть это вот где-то треть идет по этому направлению и в принципе достаточно неплохо они после этого устраиваются это я бы даже сказал что-то похожее на университетский курс а разница между университетским и институтским курсом заключается в том что после институтского курса человек сразу приходит на производство и начинает работать но если он пришел именно туда на тот завод который шефом для данного института а после университетского курса можно идти куда угодно но требуется время основу ты знаешь позиции знаешь а вот там уже догонять до нужной позиции третий народу ориентировочно уходит на базы данных есть тяжелее дело в том что если вопрос касается баз данных если вопрос касается баз данных вот видите насколько то здесь наблюдается такой разброс и шатание теоретически SQL вот наиболее распространенный хотя у нас здесь все остальные позиции подключен теоретически SQL задумывался как универсальный язык но хотели как лучшее получилось как всегда видеть даже в рамках одной и той же грубо говоря фирмы идут расхождения по версиям поэтому если вы хотите работать с базами данных мой вам добрый совет но если вы уже работаете то возьмите сис админа пусть он глянет пальчиком ткнет скажет вот это у нас вот это у нас если не работаете то лучше конечно сначала присмотреть себе место узнать что там используется а скажем так впрок как-то не очень получится ну и последнее очень часто бывает такая ситуация очень часто бывает такая ситуация в одной и той же фирме скажем так две одинаковых фирмы но когда вопрос стоит относительно баз данных в одной из фирм выбрали access а в другой что нибудь такое самое 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 крутое там оракал python написать программу но это там обычно так раз топоревая пальца python не питона python концы по sql или еще что-то в этом уроке вам приходится в одной радуется говорят все вот так все хорошо быстро поняли активно внедрили все хорошо работает а в другой плачет почему а дело заключается вот в чем вот представьте себе что вы решили купить самую дорогую машину самую лучшую самую классную купили машину формулать она дорогая жутко дорогая потом в нее сели она дороже чем такие-то навороченные мерседесы и так далее потом в нее сели а где кондиционер а где стерео магнитола а где автоматическая коробка скоростей извините платили за скорость в базах данных принцип такой чем дороже тем быстрее и тем больше объем данных если у вас объем данных до миллиона записи то вот это для вас как родной идеально подходит быстро просто легко понять но потому что это microsoft фишечка microsoft а все за вас сделаем а вам только кнопочку нажать иногда конечно это плохо я предпочитаю вообще все делать ручками самостоятельно но если предпочитаете делать ручками самостоятельно то и хотите работать с базами данных то тогда конечно наверное и программировать тоже тогда наверное лучше лучше наверное python python как как сами хотите так и называть тогда постарайтесь попасть в группу опрок к первену и к нему же по питону отдельно особняком стоит 1с глубоко особняком стоит 1с вот вебинаристы спрашивают а что в 1с отдельно стоит особняком кольц 1с а вот он нас и здесь мой добрый совет если хотите стать программистом на 1с с одной стороны кстати говоря это неплохо особенно если у вас нет опыта программирования что там достаточно легко программировать достаточно простой язык да еще и о радость о счастье он на русском языке это не дуваю а это пока если нскц начало цикла конец цикла то есть не приходится ломать голову на чужом языке но мой добрый совет если у вас нет базового ну или хотя бы какого то образование связанного с финансами с бухгалтерии хотя это и не прописано я категорически рекомендую хотя это не прописано в требованиях я категорически рекомендую хотя бы начальный курс по бухучет у нас есть 20 20 часовый курс бухучета но просто потому что без этого никак в 1с работать легко если ты понимаешь что ты делаешь если не понимаешь но извините ну вот финансы это отдельная песня когда ты делаешь вот такую проводку надо еще и делать вот эту зачем почему а бог его знает у них так положено вот там есть какая-то логика я не специалист по бухучет поэтому хотя бы основа бухучета соответственно надо знать вот я вам заметьте видите основы программирования ведь вот курс я вы это основа программирования ведь но заметьте здесь необходимый кусочек программирования на языке си вот во многих вузах очень хорошо очень хорошо перелин сказал на пробе что один из тяжелый язык тяжелый в плане того что это не да но я же говорю он тяжелый он тяжелый в плане того что без бухучета вот вебинаристы говорят тяжелые в плане того что без бухучета туда лучше не соваться а бухучет для программиста это страшно потому что программисты привыкли к логике а там логика мягко говоря не совсем всегда присутствует ну вот жди вот смотрите очень часто очень часто да и в интернете вы можете увидеть кучи там в различных ситуаций говорят да не надо учить си перед языком си плюс плюс надо сразу брать и учить язык си да не надо дань чаще сейчас не торопитесь давайте я вопросы попозже уже буду а то есть слишком много да не надо учить язык си перед дьявой надо сразу брать и учить я вот джавали как в этом праве принципе конечно да а только учтите если вы си плюс плюс учите сразу у вас уходит порядка 100 академических часов если вы учите си потом си плюс плюс у вас два кольца по 50 академических часов то есть вы все равно вынуждены учить си но не явно и в результате получается но извините не богу свечка не черта по черту поэтому лучше классик тщательно изучить си которые есть под многие позиции нужен и присутствие это вот по поводу именно веб программирования по поводу веб разметочки у нас есть отдельные курсы связанные с этим ну html и прочие позиции там же не программирование на разметка текст как расположить где какой кусочек как сделать и так далее отдельно у нас есть курсы так сказать вот следующая треть это народ который пошел по разным вариантам у нас есть курсы по разработке мобильных приложений буквально еще год назад популярность зашкаливала народ туда валом шел но еще буквально год назад я говорил что рынок здесь идет на подъем но он уже идет замедлением сейчас но принципе подъем этого рынка есть но уже замедлить нужно уже практически чуть ли не остановиться хотя довольно динамически кто его знает куда там как он еще двинется и так далее и отдельно у нас достаточно много людей идет на какие-то особые направления которые им понравились поэтому что я могу сказать когда у меня спрашивают какие языки вот ольга спрашивает какие языки необходимо изучить в минимуме с моей точки зрения в минимуме необходимо си си плюс плюс что-нибудь из в программировании си шарп яву база данных но опять же если по минимуму если по минимуму то что-нибудь по эскуэлю я бы порекомендовал самый что ни на есть минимальный не привязаны конкретной разметочки ну например я порекомендовал бы вот такой хороший курс анализ данных на языке эскуэль не сильно привязан конкретной позиции ну вот с моей точки зрения это и есть минимум можно конечно добавить что-нибудь под так сказать под курсы связанные там под курсы связанные с разработкой мобильных приложений можно что-нибудь добавить вот отдельное направление которое сейчас очень интересно называется офисное программирование вот один из слушателей приносил она кстати говоря вот здесь отсутствует но направление довольно интересное один из слушателей приносил мне свою трудовую книжку где было написано программист на excel смешно конечно смешно конечно но потом мы исправили то мы исправили написали оптимизатор экселевского документа оборот а занимался он тем что писал простенькие программы visual basic for application конкретно под excel и найти производительность и вот этого прохождения экселевских документов увеличивалась на порядок поэтому с моей точки зрения сюда надо отнести еще и вот какие курсы ну по крайней мере по крайней мере 4 5 уровень экселя по крайней мере 4 5 уровень экселя макросы и углубленное программирование это действительно программирование программирование в оба очень хороший кусочек очень интересный момент а также еще у нас есть после этого практику как программным образом скоммутировать между собой excel и базы данных после этого смело можете претендовать на офисного программиста на оптимизатор экселевского документа обороты да конечно это не классический язык программирования да конечно там очень много все берет на себя и так далее ну ну собственно говоря все что по минимуму хотел сказать давайте наверное перейдем к вопросам и так смотрите давайте тут просто раньше уже вопросы прозвучали живое вот вебинари спрашивает дэлфи живой а чего чего с ним станет вот здесь автоматизация технических процессов и так далее живое чё с ним станет вопрос дэлфи под дэлфи его на чем на паскале программировать николай а николай уже отпал он уже оффлайн живой хорошо нам часто часто использоваться еще раз скажу программировать можно и нужно на все логика остается то же самое так это даже не знаю о чем петр что вы имеете в виду даже не знаю что скриптовые языки типа вба стоит ли за но и не совсем не совсем так как скриптовые за вба однозначно стоит браться если рабочий а за вба однозначно однозначно стоит браться если в качестве рабочего инструмента excel в excel используйте процентов на 30 максимум без вба подключаете вба отключаю подключаются невиданные перспективы так нас после третьего курса access а однозначно к вячеслав абрамович однозначно к вячеслав абрамович потому что дальше дальше соответственно вы если вас интересует access а есть если вас интересует access то конечно это база данных работа с базами данных это это с ним это это однозначно лучше к нему есть есть там пара вариантов но в ба конкретно под его под него под его объектно ориентированную модель сапа да 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 значит сап это самое сапа существует достаточно много каждый под свою конкретную задачу но здесь я скажу честно если у вас опять же но это мое мнение на если у вас база данных до миллиона записи то это access и лучше ничего не придумать и запросы в иску или там сделать просто сделала ручка им потом вниз в иску или показал и так далее да а это зависит от того какая база данных посмотрите вот у вас фирмы фирмы 10 тысяч клиентов и там 20 тысяч поставщиков это много тогда ну вот это вот excel уже этого не тянет грубо говоря excel уже этого не тянет так с удовольствием поэтому много отелима вот а с другой стороны вот недавно ко мне подходил слушатель на оправе у него значит соответственно он занимается телеметрия космонавтики в общем и же с ним у него приборы они снимают они снимают там секунду до море показатели я говорю миллиона записи на какой там миллион ну что там на порядок больше там в акселевскую таблицу не влазит в новую режут и в аксессе уже тоже не справится хотя у него просто вот висит спутник снимается телеметрия там оттуда отсюда понятно да все зависит конкретно от базы вот кстати еще один интересный момент я бы я бы у нас не обязательно не обязательно для выбор не обязательно для выбор нужно курс оправе но я бы рекомендовал я бы рекомендовал нет конечно я бы сказал так программирование на excel в оба лучше учить после того как строго научитесь программировать потому что там средства автоматизации все прочее но изначально можно испортить но это знаете как раньше говорили шариковые ручки писать нельзя почерк испорчишь поставьте сначала почерк перьевая ручка а потом уже шариковый когда он тебя уже поставлен очень правильный подход вот в оба порт под почерк портят ну что там куча подсказок помощи и всего такого прочего и не думая раз 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 вообще все связанное с майкрософтом как-то старается по возможности заставлять поменьше думать кстати по поводу думать недавно у нас наш преподаватель седых потом в этом комплексе тоже работает запустил новый курс что-то вот типа теории алгоритмов или алгоритмы и так далее чисто теоретический курс слушатели которые приходят на курсы программирования с оправе заглянув на алгоритм в полном восторге полном восторге теперь он запускает новый курс сложные алгоритмы так так ну теперь уже вебинаристом давайте сделаем маленькую паузу здесь по аудитории какие вопросы уже успели задать да я извиняюсь я конечно думаю может быть кто-то пришел на данный курс вернее на данный вебинар рассчитывая что вот здесь вот сейчас сразу ему подскажут вот вот делай это 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 и будет супер программистом увы если была такая схема неужели думаете ей бы кто-нибудь уже 200 раз не воспользовался если вам будут объяснять что вот только так так и так не верит у каждого свой путь у каждого свой подход более того даже если кто-нибудь будет вот вы эту книжку читай вот все будет тебе счастье знаете у каждого свой стиль изучения кому-то нравится жестко вот чтобы мыслям было просторно словам тесно кому-то нравится вот такой толстенный тому чтобы чувством его листать и так далее у каждого свой подход все строго индивидуально и вам надо поймать найти найти свой момент поэтому не стесняйтесь и спрашивать до знаете достаточно неплохая вещь достаточно неплохая штука вопрос насколько он востребован вы найти вот к сожалению вот у нас есть они родимые и вот и заметьте у него свое основу программирования ведь тоже ведь вот прошу обратить внимание вопрос здесь позиция на смотрите здесь ситуация следующая хороший интересный язык вроде бы но опять же я не откуда я знаю каком направлении двинется рынок мобильных приложений вроде боже он то схлопывается то опять раскручивается вот ну вот не мог вот очень динамичный рынок вот я вам сейчас скажу да востребован очень востребован а в тому времени когда пройдет когда вы получите это направление начнет схлопываться не могу сказать вот не обижайтесь ну смотрите очень простая ситуация вот представьте себе что когда все мучились дискетами и на подходе были лазерные диски да у вас завалялась какая-то денежка вы сказали ой лазерный диск это же это же будущее это же перспективно и вложили денежки туда а появилась флешка и что с лазерными дисками и перспективы у него так ведь и кто мог предсказать это вот точно такая же картинка я не могу предсказать что буквально ну не завтра после завтра но через месяц не появится что-то что резко затмит все расскажите вот алексей михайлович чего же вот так я пошел туда а ну давайте не буду обижать не буду это сам так ну а не бас да еще какие-то вопросы были скажем так что си что си плюс плюс это классика а классика всегда будет актуально хотя бы потому что она заставляет думать более того более того вот вы заходите в интернет вы видите в интернете о такой громадный список и это надо это надо это надо это надо и предлагаем вам 30 тысяч ну понятно что туда смотреть не на это люди хотят в модной воде половить рыбку вот вроде сейчас рынок и так далее то есть даже для начинающего уровня меньше 50 тысяч смотреть не надо но если вы видите что вот это это и плюсом будет знание си и плюс 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 плюсом так значит люди серьезно подходят смотрят есть у вас необходимые основы или нет потому что если человек освоил си плюс плюс он понимает в объектно ориентированном программирование он понимаешь что такое наследование он понимаешь что такое множественное наследование виртуальность полиморфизм специальные методы класса и так далее так далее пригодится не пригодится но у него есть база в объектно ориентированном программировании ему легче будет то есть скажем он понимает почему си шарпи множественное наследование разрешено только для чисто виртуальных классов для классов у которых нет свойств почему ну потому что возникает вот она проблема то есть он знает эту классику поэтому да да вот молодцом правильно александр все плюс плюс с удовольствием очень-очень стоит очень стоит прослушать так что у нас дальше тут да если какие то вопросы есть не стесняйтесь задавайте голова идет кругом да где это тут вот где-то тут а там не пойдет ли голова круглым от множества языков есть на самом деле все очень просто если человек знает английский скажем и немецкий французский у него стоит чуть ли не автоматом согласно или там знаешь пару славянских языков а там русский болгарский уйти уже без проблем но это на своем опыте могу сказать уже без проблем понимаю понимаю практически все славянские языки как-то вот переключается поэтому голова кругом не пойдет главное иметь вовремя переключаться и легче изучение пойдет чем больше будет знать так 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 смотрим дальше что у нас тут так нет смотрите по поводу вба по поводу вба и excel здесь картинка следующая есть для вба необходимым минимум является только знание excel и здание excel и на базовом уровне знаете excel на базовом уровне это у нас excel второй уровень и там есть тестирование тоже знаете excel на базовом уровне смело можете перескакивать слева можете изучать программирование на вба ну скажем так скажем так скажем так почему только пхп ну скажем так что нибудь из разметки разметочных позиций надо знать что нибудь html php css чтобы понимать как это все работает когда понимаете как это все работает как идет что такое теги разметки и пожалуйста тогда в принципе достаточно так там большое количество задач с вба снимается не знаю о чем это так вопросы из зала хорошо буду дублировать вы знаете по книгам я уже говорил по книгам я уже говорил к сожалению по книгам обычно когда у меня спрашивают я говорю следующее а лучше первоисточника ничего нет то есть хотите как следует изучить позиции связанные с вба вперед на сайт microsoft и там четко и ясно но тут нужно знание английского потому что большинство позиций на сайте microsoft'а машинно переведенные к сожалению а но это я я привык так или хотите как следует изучить язык си берете и читаете отцов-основателей пара книг карниган и речи у нас уже выдан изданы а дети изучить как следует язык си плюс плюс читайте книги страу струпа тем более что он свое время занимался тем что он преподавал язык си плюс плюс для будущих преподавателей он объясняла как надо преподавать так что книги его великолепные но тут есть маленькое но и книги карниган и речи и книги страу струпа и инструкции microsoft'а это вот тут они вот тут компьютер вот тут твоя голова и никто тебе не мешает не отвлекает и мозги скрипят именно скрипят и ничего лишнего никакой воды ничего кого такой стиль устраивает это один разговор кого не устраивает ну ради бога есть отличная серия которая называется для чайников есть и си для чайников и си плюс плюс для чайников все языки программирования есть для чайников и можно спокойно в транспорте сзада наперед с переда назад перед сном и так далее это тоже но единственное что я например не могу с этими книгами работать потому что там такая отвратительная структура вот знаю знаю что там был этот кусочек вот это предложение которое мне сейчас вот так нужно пока я его нашел всем потом сошло потому что она где-то в примечании совсем не связанных с этим и так далее зато можно вот так спокойно не сильно напрягаясь у каждого свой стиль изучать поэтому книгу посоветовать не могу это да это да да это я абсолютно с вами согласен это я абсолютно с вами согласен но скажем так есть еще один момент да появляются новые настройки и новые позиции абсолютно правильно Сергей абсолютно правильно говорит вопрос заключается вот в чем во-первых есть наработанное громадное количество макросов которые к сожалению в новых версиях начинают слетать но это майкрософт совместимость снизу вверх не работает и если у нас предпочитает их переписать переделать ну как надо же работать в самом последнем то на западе народ простой зачем покупать более передовое более дорогое с вот этим вот этим если старые еще работают ну простая очень простая ситуация смотрите вот 16 версии excel 16 16 версии excel 16 версии excel уже штатно встроен power query мощный query сильные возможности и так далее и так далее но старый добрый майкрософт query который еще видите это красивое окошечко видите 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 который работает еще на кусках из 95 windows его же никто не выбрасывает это у нас появилась новая старая выбросили и вперед почему ой ну потому что вот такие мы нам старого ничего не нужно все по выбрасывать ну где у нас найдите у нас хотя бы одну есть а на западе вполне можно найти старые обе с которых собрали наши с есть и ничего себе трудится работают экономически выгодно так что сергей конечно прав но прав применительно к нашей ситуации сиз админ это отдельная песня скрипты для сиз админов как писать сиз админ это отдельная песня здесь но вы видели в интернете рекламку приблизительно такого плана там скачет с палочками написано в бубен бьют написано конференция сиз админ ну слушай не рекламка всякие фото жабы так вот я вам скажу что в известной мере они правы пока ты сеть ручками не подержал сиз админности а никакой ты ее должен на интуитивно не поползать по ней все ты ее на интуитивном уровне должен чувствовать вот прям ночью просыпаться от того что чувствуешь вот если сейчас такси не возьму не поеду и вот здесь вот это не сделаю она завтра рухнет если ты засыпаешь то убеждаешься что завтра она действительно рухнула это где-то даже вот ну вот такая картинка да простят меня это самое мои коллеги но мое мнение именно такое его надо ручками подержать и практическая работа с из админа на порядок важнее международные экзамены сертификации кроме microsoft ну даже я не знаю microsoft это сертифицирует по своим программным продуктам по конкретным программным продуктам в принципе каждая уважающая себя фирма каждая уважающая себя фирма имеет свою сертификацию запись ведется я ее не отключал запись у нас ведется вот пожалуйста смотрите запись у нас ведется а вот получить эту запись я даже и не знаю я думаю обычно традиционно вот у нас запись обычно традиционно у нас позиция такая эта запись обрабатывается по ней проходятся наши кудесники по вебинарам и выкладывается на специалист ТВ есть такая хорошая штука специалист ТВ в ютубе есть каналы и там соответственно выложены и там можно обсудить прокомментировать и так далее только просьбочка будет громад значит был у меня вебинар по экселю я там минут 15 рассказывал порядок прохождения экселя и так далее и один добрый человек написал реклама галимы начинать вот с такой-то позиции где конкретные позиции уже экселевские начал разбирать не надо такое писать да реклама да реклама но негалимая с смыслом еще вопросы а вот военно-прикладной программе скажем так если человек собирается идти в военную как будто в УС и вот ух здесь здесь тяжелее почему первое там принято решение что по крайней мере для силовых и государственных структур по возможности уйти от программных продуктов с закрытым кодом это не значит что мы не можем взломать можем взломать без проблем вычистить все закладочки и так далее правов таких нет у нас нарушения нарушать не надо поэтому скорее всего придется создавать все с нуля и самостоятельно по крайней мере свои внутренние позиции я не говорю что офис надо писать по новой этот самый русский офис это же притчево языц ужас кстати обретите внимание русский офис появился практически одновременно с указом не указом распоряжение премьер-министра которое запрещает государственным структурам покупать импортное программное обеспечение при наличии аналогичного 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 отечественного я не знаю откатывали господина медведеву или нет но я думаю стоило бы откатить потому как русский офис стоит столько же как и microsoft microsoft офис только там раз и все а русский офис каждый год по такой же сумме плюс официальное заявление его разработчика он микрософтовский слишком тяжел там много лишнего стандартный пользователь использовать процентов 20 вот мы эти 20 процентов взяли поэтому нас будет птичкой летать что-то такого плана ну думаю люди умудрились понять ситуацию но армейским придется все переписывать под себя однозначно поэтому си плюс плюс а дальше уже конкретно по ситуации кстати конкретно вот среди слушателей у меня были как это называется адъюнкты по моему так она называется а вот которые конкретно приходили я не хочу сильно хвастаться я не хочу сильно хвастаться но положение высшей ситуация с высшим образованием сейчас такова я дико сожалею я сам поработал в высшем образовании более четверти века я знаю какой ужас там творится почему я собственно говоря вынужден был идти то сейчас к сожалению большинство вузов идут за дипломом а к нам приходят за знанием собственно говоря вот я не могу себе представить ситуацию что вот студентов вот так бы пришли не нагнанные сами самостоятельно еще и задавали вопрос почему мне очень нравится работать специалисты потому что это не пустые глаза которые смотрят на тебя и в которых написано ну вот все что угодно за счет поста первости эта отдача она есть она видно потому что они часто говорят вот спасибо за это а я говорю не надо это я вам должен говорить спасибо я знания передаю и они собственно говоря работают ну вот где-то так а еще у меня есть специалисты он поюжает вот сейчас секундочку если кому-то все вопросов нет время у нас уже закончилось поэтому смело можете уходить аналогично и с вебинаристами если что смело можете отключаться а если вопросов нет сейчас я посмотрю что еще тут у нас какие-то вопросы какие-то вопросы есть нет а 1с нет именно бухучет а там уже соответственно бухучет базовый бухучет или у нас называется бухучет для руководителей минимум с моей точки зрения хорошо опять же и по вебинаристам если что не вижу вот тут сколько вас осталось отключайтесь без вопросов если какие-то вопросы спрашивайте задавайте да вот уже пошли пошли отключение потихонечку или наоборот подключение да слушаю вас он пишет я пишу если я считаю что если уж учиться то минимально это на фронтенд разработчика это html css javascript это веб программирование ну да это вот чисто веб программирование html css это вот разметочка javascript но я все таки рекомендовал бы java потому что javascript это ну грубо говоря картинка там была такая была java а потом вот потребовалось что-то вот под интернет бизнес и прочие прочие позиции и грубо говоря буквально за две-три недели на коленочке существующего скрипали javascript конкретно под это поэтому с моей точки зрения лучше java но javascript сейчас дико популярна но это вы конкретно ориентируетесь на веб программирование веб-разметка html css как создать сайты как расположить поменять как открыть сайт что-нибудь и соответствующие действия под javascript а надо ли это продается пакетное там приложение купить я не скажу да понятное дело да да но с другой стороны хочешь сделать хорошо сделай это сам это никто не отменял так и здесь такая же картинка еще вопрос оракул да есть у нас если вы хотите с базами данных работать то одна то хорошая штука ну правда тяжеловатая но в смысле по не в смысле по изучению хотя по изучению тоже немножко вот а в смысле по ресурсам да но под серьезные задачи да под серьезные задачи да иван иван спрашивает хочу научиться программирование но не знаю с чего начать начните с опрок основа программирования алгоритмизации баз данных а да александр честно говоря уже с трудом помню потому что опрок это у нас хит александр говорит был у нас на опроке опрок это у нас хит это и мы не зря вот здесь соответственно поставили хит не зря вот здесь поставили хит вот этот курс основа программирования алгоритмизации баз данных потому что это ну согласитесь рост процентов на 30 за прошлый год отчет говорит и кстати говоря редко кто после курса опроги не идет дальше редко кто ага значит SQL если работаете с базами данных однозначно стоит изучать SQL однозначно стоит изучать вопрос какой не могу сказать какой будет лучше какой хуже вот разные фирмы цепляют нет смысл SQL остается тот же самым просто где-то квадратная скобочка где-то апострофы где-то восклицательный значок где-то вот это есть где-то вот этого нет но в базовой комплектации остается то же самое да вот вот александр предлагает апрок CC++ супер начало и алгоритм у седых да вот курс алгоритм у седых он не включен в необходимый список но народ вот вот конкретно человек слушал говорит здорово и чем вопросы каким нет не пригодилось честно скажу с таким языком не сталкивался и если у нас или нет тоже не могу сказать нет вот что мне действительно жалко это то что у нас нету курса о ассемблеру просто потому что не набираем групп ну во первых программировать на ассемблере очень тяжело это практически чуть ли не возьми отсюда возьми из этого адреса проработай положи но это самый быстрый вариант это быстрые силы во вторых ну скажем так не такая степень востребованности группу никак не удается сбить вот многие люди жалуются говорят вот так и так вот мы в университете они там анонсировали курс мы вот по данному курсу хотели год назад записались нам звонят а вот можно сделать в такое-то время нам не очень подходит а потом нам подходит группа все равно не набирается а чтобы это извините у нас все-таки коммерческая организация чтобы это было коммерческое успешно надо хотя бы чтобы там 5-6 курсов в год и в последнее время кстати есть задумка возродить курсы по фортрану почему я объясню для инженерных расчетов а лучше фортрана ничего не придумал достаточно долгое время все мы вот так и никаких новых инженерных расчетов никаких новых программ никаких новых наработок пользовались уже готовыми старыми ладно скрепали и стоят так сейчас есть возрождение есть востребованность есть необходимость каких-то для инженерных расчетов лучше фортрана ничего не придумали вообще для расчета смотрите загляните на сайт нас расчеты спутников траектории полетов и всего прочего они четко делают на фортране расчетный язык великолепный а лучше не придумаешь и чем это самое ну я еще не видел но народ говорит что вот в университете уже есть хорошая оболочка ну собственно говоря оболочка не так важно я бы в профоре работал в досовской оболочке без звука а язык великолепен для расчетов лучше не придумаешь так что есть задумка возродить это круто фортран это ну вот идем идем немножко вперед так сказать на будущее то есть идея у нас много что успеваем то успеваем ну вот допустим тоже вот опять же говорю вот и свежепоявившихся кольцев это алгоритмы седых и свежепоявившихся курсов у нас тут еще свежепоявившиеся по моему? вот тоже достаточно недавно появившийся курс достаточно недавно появившийся курс р это самое и сейчас я посмотрю вот так вот до него доберусь опять же смотрите у нас много нет у нас взаимозаменяемость и все прочее но очень многие позиции непосредственно завязана на преподавателя вот александр игоревич недавно по моему запустил новый курс это проба у него посмотрим запустил он или нет да вот r очень хороший перспективный язык заметьте вот тоже позиции базовых знаний надеюсь надо голову крепко попал поломать ну пока язык хороший язык перспективный ну и правильно мозги ставят да везде как ни странно нет и опять же опять же опять же это не красивые рисунки элементы и так далее это именно рабочая лошадка это именно язык рабочий рабочая лошадка там достаточно быстро можно серьезные математические вещи то что обычно делают на матлабе но это на матлабе она там сутки будет работа но не сутки но а здесь это все пишется вот так буквально идеально красиво своеобразно то есть мы двигаемся у нас новые позиции и так далее а аксесс плюс в ба до вода вот завьялов обещал аксесс плюс в ба скоро подключить дело в том что в ба в аксессе работает немножко по-другому если в экселе там просто учить есть макро рекордер делаешь и он записывает там ты залез и начинаешь разбираться в аксессе вместо макро рекордера ты из кубиков там 5 нужные позиции свойства обработка ты из кубиков это складываешь вот и разобраться чуть чуть тяжелее хотя там тоже есть мощный в ба со всеми вытекающими но 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 у меня просьба будет если хотите стать действительно профессиональным программистом не офисом а таки то лучше конечно сначала хотя бы курса проги а и лучше что-нибудь ну потому что как бы это сказать я не то чтобы microsoft моздай но вот то что они там максимально берут на себя и минимально заставляют людей думать но может ситуация у них такая думающих людей немного но вот программист который начинает с в ба но скажем так у него не так активно развивается думательный аппарат уж там думать особо не надо тык 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 и подсказочки и все прочие позиции мне мне это не нравится мне это не нравится может быть я излишне консервативы вполне может быть еще вопросы опять же больше завязан под больше завязан конкретно под веб вот веб и скажем так ну я бы сказал что вот если вы хотите понять как создавать класс то конечно лучше плюсы потому что там как раз вот именно под это класс методы и так далее все остальные позиции сишарта объекте прияла это уже непосредственно использование не создание использование уже готовы да много уже есть там создавать но для этого творцом надо быть принципе да но опять же если опять же не буду настаивать если вы хотите мозги в правильном направлении стать универсалом это один разговор если вы хотите зарабатывать деньги это другой разговор нет ну нужно что жизнь такая и каждый курс он стоит денег можно ли изучить си шарп там или там яву и начать программировать начать зарабатывать деньги без курса си плюс плюс можно можно и будет хороший программист который будет зарабатывать деньги ну время такое деньги еще в советское время говорили деньги никто не отменял хотя они собственно говоря столько и не стоили а сейчас извините но если не жалко на себя родного потратите свои мозги развить тогда будет совсем другое дело но опять же тут же кай ситуации надо тебе сделать ремонт можешь нанять бригаду специалистов можешь взять простенькое так а можешь чувством с толком с расстановкой сам ручками и так далее ну я расскажу потрясающий что у меня был знакомый чем был есть он занимался в качестве хобби качестве хобби столярка вот он сделал себе межкомнатную дверь и он он аккуратненько тоненьким слоем с просыханием с нужной температурой начал ее лакировать но к сожалению пришлось уехать в командировку я когда он через неделю вернулся жена ему говорит слушай а что ты мучился я он раз то есть она взяла бабах все а я все сделала вот она быстро чувствуете разницу да тогда вот любя нежно и бух и соответственно но но и но эту и ту дверь отлакированной может быть даже не специалисту тяжело будет понять еще вопрос с не поздно абсолютно не поздно абсолютно не поздно мозг своей точки зрения как и мышцы развивается и тренируется в любом возрасте в любом возрасте и ну правда есть маленькая беда вот человек занимался спортом а потом ушел бросил спорта и вообще не занимается что с ним случается серьезные проблемы потому что нагрузка падает вот мои коллеги как говорится пролетариумственного труда если при выходе на пенсию хотя с нашей профессии на пенсию не уходит а уносят а вот если вдруг он не нашел себе какой-то адекватной замены хоть пасьянцы раскладывать хоть шахматы играть хоть еще что-то начинаются проблемы с мозгом что вот развил потренировал а теперь нагрузки нет поэтому я считаю что мозг также тренируем в любое время развивается главное потом резко нагрузку не скидывать а 35 это господи что такое 35 он у меня 55 а все время приходится головой работать и как следует еще вопросы ну что ж если вопросов нет тогда наверное все приходите к нам учиться до свидания я останавливаю запись знать бы еще где у нас соответствующая позиция то я привык работать немножко с другим а есть остановил запись ну будем ждать будем ждать закрываю вебинар смотри как интересно а сколько еще учиться так ведь парадигма сменилась это раньше была одна учеба на всю жизнь а теперь все с жизнью шоба по к перлину лучше к перлину питон это лучше к перлину и лучше если вы на опробу попадете именно к нему все спасибо большое ну так между нами ну да все до свидания закрываю вебинар отец с м с с Продолжение следует...